Первый урожай. Волгодонский «Маяк» еще до начала сезона одержал свою первую победу. На контрольную встречу перед чемпионатом Ростовской области в высшей лиге в гости к местному футбольному клубу приехал Константиновский «Урожай» из первой лиги. Какой урожай забитых мячей собрал «Маяк» в этой встрече, а также кто усилит состав «Волгодонской» команды в предстоящем сезоне, узнаем из нашего видеоматериала. «Маяк» в синих манишках, «Урожай» в оранжевых. Товарищеский матч команды играют в тренировочных костюмах на искусственном поле. Пятой детской спортивной школы. Это еще не чемпионат области в высшей лиге, но игровой азарт и интерес, хоть и немногочисленных болельщиков, самые настоящие. Я думаю, что у этой команды получится. Получится что? Ну, как заявил старший тренер, сказал, у нас чуть ли не задача быть лучше, чем в прошлом году. Гости «Маяка» – младшие товарищи из лиги ступенькой пониже. Волгодонская команда переживает серьезные кадровые изменения после 13-го места в прошлом сезоне. И соперника на первый контрольный матч подбирали соответствующего. Нужно отработать игровые связи, наладить взаимодействие между линиями. Матч складывается удачно с первых минут. Быстрый гол со стандарта забивает опытный футболист Андрей Олейников. Чуть позже его же ударом завершается игровая комбинация, которая приносит «Маяку» второй гол. По завершении тайма главный тренер Волгодонской команды Вячеслав Морозов делится некоторыми планами в отношении усиления состава. По фамилиям не могу ничего сказать, потому что все должно быть спокойно, чтобы никто ничего не переживал. Это будет центральный защитник, это будет вратарь, это будет нападающий и, возможно, атакующий полузащитник. То есть три и, возможно, четыре человека. Более подробно о новых игроках удается поговорить с директором «Маяка». По словам Александра Язуфовича, линию обороны усилят дагестанские игроки, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом сезоне – Маджидов и Баматов. Ведутся переговоры и с двумя некими нападающими из ведущих клубов чемпионата. Не скажете о клубах? Не скажу, потому что это сейчас говорить не о чем. Я сейчас скажу, завтра все это. Там много очень факторов влияет на этот процесс. Это игроки из первой пятерки клубов? Да. Первой тройки, даже скажем так. Я бы назвал это усилением определенным. Ну и, соответственно, задача будет ставиться другая. Я думаю, что если у нас состав мы соберем так, как мы планируем, то мы будем претендовать на первую пятерку. Второй тайм также начинается с быстрого гола. Иванов забивает третий мяч с пенальти. До конца встречи дубль оформляет и Виталий Кулешов. Финальный счет 5-0 в пользу «Маяка». Сумеет ли главный футбольный клуб Волгодонска встать на ноги и помогут ли ему новые игроки, станет ясно уже в ближайшее время. Руководство «Маяка» планирует до апреля, то есть начала сезона, провести еще ряд товарищеских встреч. В том числе и с одним из лидеров чемпионата – сальскими славянами. Виталий Никулин, Петр Авдеенко, Новости ВТВ. Субтитры создавал DimaTorzok